МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Сразу несколько новых законов вступили в силу с 1 апреля. И это не шутки. У МРСК Северного Кавказа новый руководитель. Что это даст Дагестану? Истерика подсудимого прямо во время заседания. Подробности нашумевшего процесса сегодня в выпуске. Социальное кафе. В Махачкаре открылось заведение, где созданы все удобства для людей с ограниченными возможностями. Сегодня в России вступают в силу сразу несколько новых законов. Так, с 1 апреля на 2% проиндексируют социальные пенсии, повысят выплаты по инвалидности, старости и потере кормильца. Повышение коснется 4 миллионов россиян. Средний размер такой пенсии составит 9266 рублей в месяц. Росмолодежь получит права на блокировку нежелательных сайтов. Под запрет попадут страницы, призывающие подростков к противозаконным действиям. До сих пор такие полномочия были только у МВД и Роскомнадзора. Водителей затронут изменения по ОСАГО. Скидки за безаварийную езду и надбавка за аварийность будет назначаться водителю один раз и в течение года пересчитываться не будет. Это позволит уменьшить стоимость страховки для отдельных категорий водителей. Уроженец Омской области Виталий Иванов возглавил МРСК Северного Кавказа. Ранее он занимал пост гендиректора МРСК Сибири. В новой должности ему поручено тиражировать успешный опыт, полученный в ходе работы на Севере. В частности, снижение потери электроэнергии, а также повышение качества электроснабжения потребителей. Нам удалось по Сибири достигнуть довольно уверенных показателей по прибыли, по надежности, по сферизации. Думаю, что здесь мы будем заниматься в том числе этим. Также ключевыми задачами нового руководителя станут улучшения финансовой ситуации в электросетевом комплекте округа. Сам Виталий Иванов отметил, что особый упор будет делать на проблемные регионы. Это Ингушетия, Чечня и особенно Дагестан, где самая большая дебиторская задолженность на Кавказе перед поставщиками энергоресурсов. Виталий Иванович, какие регионы вы планируете в первую очередь посетить? Я думаю, однозначно это будет, скорее всего, Дагестан, Ингушетия. Это первые два, которые придется посетить именно в первую очередь. Проблематика там, на самом деле, сложность надежности, прежде всего, подготовка к зиме. Чечня, безусловно, это тоже приоритетный регион. Стоит отметить, что у Виталия Иванова энергетики работает четверть века. За спиной много успешных проектов. В частности, отвечал за подготовку электросетевой инфраструктуры к зимним Олимпийским играм в Сочи. А также координировал работы по обеспечению надежного электростабжения Крыма. Амара Абдурашидова, обвиняемого в финансировании терроризма, заключили под стражу на 10 суток. Напомню, судья был вынужден экстренно прервать заседание. Во время оглашения решения подсудимый буквально стал биться в истерике и кричать, что не виновен. Видео получило быстрое распространение в сети. Адвокаты задержанного и сам обвиняемый заявляют, что его пытали, дабы выбить показания против Раипа Ашикова, бывшего начальника УВД Махачкалы, который был накануне задержан в аэропорту столицы республики сразу после прилета из Москвы. Снежная лавина, которая заблокировала въезд в три населенных пункта Дагестана, наконец расчищена. Напомним, 30 марта в Тляратинском районе на 17-м километре автодороги Тлярата-Гиндип сошла лавина. Из-за того, что объездного пути в этой местности нет, люди вынуждены были ходить из одного села в другое пешком. Работу по очистке снега проводили сотрудники Тляратинского дорожного и эксплуатационного предприятия. Также к ликвидации последствий происшествия были привлечены несколько человек и техника от МЧС республики. В Дагестане самая низкая заработная плата в России, сообщает Росстат. Эксперты при составлении рейтинга учитывали соотношение средней заработной платы и местной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В ходе исследования оказалось, что самые высокие зарплаты в малых и средних городах получают жители Сибири и Дальнего Востока, а самые низкие зарплаты получают жители Северного Кавказа. Дагестан, согласно списку, оказался в конце рейтинга на 78-м месте. Работа для всех. Сегодня в Махачкале состоялось торжественное открытие социального кафе «Время перемен», в котором трудятся люди с ограниченными возможностями. В нем создана полностью безбарьерная среда как для персонала, так и для посетителей, в том числе инвалидов-колясочников. Это просторный зал с проездами, низкими барными стойками, адаптированными санузлами. Организатором проекта является общественная организация «Жизнь без слез». Очень радостный день. Несмотря на то, что нет солнца, от того, что вы улыбаетесь, очень светло и ярко здесь. Наконец-то осуществился наш проект. Это возможность дать нашим людям почувствовать себя равными, людям с ограниченными возможностями прививать навыки, чтобы они могли работать и ощущать себя такими же, как мы все. В 2017 году проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов. На его реализацию было выделено 2 миллиона рублей. При этом реальная стоимость проекта, по словам руководителя, составила около 8 миллионов. Существенную часть финансирования составили спонсорские средства. Изобретение, представляющее собой прозрачный раствор ацетата, серебра и аммиака, разработали и испытали дагестанские ученые. Новинка предназначена для печати гибкой электроники на полимерной, тканевой или бумажной подложке. Подробнее в сюжете Луизы Раджабовой. Новые реакционные серебряные чернила имеют мельчайшие частицы наноразмерного диапазона. Они значительно отличаются от обычных серебро-содержащих красок. Свою электрическую проводимость начинают демонстрировать после отжига, уже при температуре 90 градусов по Цельсию. По мнению изобретателя, это является важным ключевым преимуществом. Мы получаем эстинный раствор, который имеет много преимуществ в сравнении с традиционными чернилами. В первую очередь это обеспечивает высокую надежность печати и высокое качество формируемых слоев. Новинка представляет собой прозрачный раствор ацетата серебра и аммиака. При печати жидкие компоненты быстро испаряются, оставляя на поверхности тонкий металлический слой, обладающий высокой электропроводностью. Серебро у нас используется для того, чтобы достичь высокой значения проводимости. Для этого возьмем тестер и прогоним наш тест. Как показывают значения, где-то порядка 8 Ом. При учете толщины слоев и ширины, можно сказать, что эти показатели практически соответствуют проводимости объемного материала. Для изготовления серебряных чернил на основе мельчайших частиц требуется всего несколько минут, а на изготовление обычных серебросодержащих красок – несколько часов. Ключевое преимущество новых серебряных чернил – низкая температура обработки. Заслуга наших ученых в том, что они впервые смогли использовать серебро в чернилах в полном объеме. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. И о спорте. Руководство Анжи не приняло заявление об отставке главного тренера Магомеда Адеева. Как сообщает официальный твиттер махачкалинской команды, специалист продолжит работу в клубе. Накануне наставник Анжи после разгрома от Краснодара заявил, что подал в отставку, отметив, что в этом матче он проиграл как тренер. Однако позже президент клуба Осман Кадзиев сообщил, что убедил наставника остаться. По его словам, после спокойного разговора Адеев принял решение продолжить работу. Отметим, что накануне махачкалинский клуб проиграл Краснодарскому со счетом 0-5. Дубль в составе футбольного клуба Краснодара оформил уроженец Дагестана Магомед Шапи Сулейманов. Общекомандное первое и второе место заняла дагестанская сборная по тайскому боксу на прошедшем в Перми чемпионате страны. Юниоры забрали большую часть наград на первенстве страны, а взрослая сборная удостоилась второго места. О выступлении дагестанских тайбоксеров расскажет мой коллега Камиль Девятов. За окном шкала термометра показывает минусовую температуру. А в спорткомплексе Перми, где проходили поединки по правилам тайского бокса, было довольно жарко. В финальный день чемпионата России по тайскому боксу первым в борьбу за золото вступил Хасаюльтовец Махмуд Мирзабеков. Айк Бекян. Я вот здесь пропустил бэксис, мне показалось, с развороту Бекян, когда шел в клинч, но плотно забирает клинч. Хорошее начало со стороны Мирзабекова. Но как выяснилось по ходу поединка с опытнейшим Айком Бекяном дагестанцу не хватило опыта. После неплохого начала наш спортсмен стал уступать более опытному визаве. Обмениваются бойцы ударами коленями. Более плотный клинч забирает здесь Бекян. Первая медаль, оказавшаяся в нашей копилке, серебряная. В весовой категории до 63,5 килограмм финал делили уроженцы Республики Дагестан. Действующий чемпион страны и финалист чемпионата мира, представляющий Москву Абдулмалик Мугетинов, и махачкалинец, спортсмен клуба «Скорпион» Киамран Абати. Раунд начал махачкалинец. Классическая боксерская двоечка дошла до адресата. Ждать ответа от Абдулмалика долго не пришлось. Первый раунд 10-9 в пользу Киамрана Абати. Отдых между раундами и подсказки секундантов на Абати слушает с особым вниманием. Дальше предстоят нелегкие два раунда. Здесь, конечно, универсализм на Абате может сыграть ему на руку. Абсолютно верно. Пытается он давить. Мы видим, навязывает такую вязкость. Начал поединка. И попал несколько раз здесь на Абате. Еще раз попал. По окончанию поединка все три раунда студия отдали махачкалинцу. По итогам соревнований Киамрана Абати признан лучшим бойцом чемпионата России. Весит до 8,1 килограмма. Махачкалинец Али Алиев, ученик заслуженного тренера России Абдулмасыра Меджидова, показал хорошее ведение поединка. Но в отсутствие опыта он уступил в борьбе за золото чемпионата страны Сурику Макегяну. Отправится на чемпионат мира в Бангкок и Гаджи Меджидов. Он смог в тяжелом поединке завоевать золото в весе до 86 килограммов. Победу одерживает спортсмен из красного угла Меджидов Гаджи. Камиль Девятов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ Перми. Таковы новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин